Орловский чемпион Уранбек Ясенкулов фотографирует чемпиона украинского. В финальном бою он должен был быть на его месте. Диндер, в принципе, изначально он должен был быть моим соперником, я должен был здесь побиться вместо Набиева. В принципе, я ожидал от него большего, но сегодня у него почему-то не пошло. Пополнение в семье отодвинуло Ясенкулова от спортивных дел, и отдуваться за него пришлось Алиму Набиеву из Полтавы. Голландцу Вильяму Диндеру в супербою он не оставил ни единого шанса. Победу одержу профессор Алим Набиев! Его зовут профессором не случайно. Он скрупулезно разбирает сильные и слабые стороны своих соперников и уже давно на хорошем счету в W5. Моя задача была коленом попасть ему или в печень, я его в первом раунде пробил, но он выплюнул капу и сделал вид, что нету нокдауна. И во втором раунде я коленом в голову и отправил нокдаун. Ну, то, что хотел, сделал. Еще одним супербоем оказался бой женский. Москвички Насте Янковой против Волгоградки Юлии Керимовой. Опыт сказался на исходе боя. Дебют Керимовой оказался неудачным. Ну, так как это мой профессиональный первый бой, я переволновалась. Тем более публика, все кричат, свет, музыка. Впервые такое со мной, поэтому, может, растерялась. Не буду пока ставить себе оценок. Посмотрю бой обязательно без эмоций. Уже видео посмотрю и тогда уже вот так вот скажу, господи, Настя, ну почему опять ты не сделала это, это, это? В Орел организаторы приехали не с пустыми руками. Они готовы заключить контракт с 15-летним Владом Туйновым, которого считают очень перспективным. Мы бы хотели в него вкладываться, но он у нас провел всего два боя. И поэтому хотелось бы видеть его в более уже зрелом возрасте, чтобы он набрал опыта. И мы готовы ему такой шанс предоставить. Экспансию кикбоксинга в регионы организаторы пообещали не сворачивать и вскоре вновь посетить с этой миссией Орел.